тут ягода виктория такая одичавшая вот землянику мы уже пособирали маленько но я ее терпеть не могу собирать эту землянику она такая мелкая в общем короче я в бетончике дно у меня только скрыло и все у меня терпения не хватило больше собирать так но они вот тут вот я им показал плантацию где виктория есть это вот она если бы была размером с яблоко это и ягода и тогда другое дело так она такая мелкая ой с ноготок она размером ну да так она тут еще не поспела не ну я говорю а где мы собирали там так вот это дальше еще но я тут как бы промежуточно сейчас вы посмотрели потом туда съездим сюда тут уже осталось недалеко и так мы упахались уж не знаю куда так ну тут тут она вот она какое озеро это красивая тут караси есть говорят что щуки есть ну карасей и скорее я сам ловил а то что щуки есть я не знаю ну говорят говорили что тут есть они вот такой берег он какой камыш вон он островок этот вот туда я плавал туда над далеко еще за поворот туда идет это озеро то обычно караси по поверхности плавают вот их видно сейчас не видать а вода довольно чистая здесь раньше мутнее было рыбы никакой не видно так проехали мы до сюда тут уже тупик потому как здесь специально дорогу испортили чтобы сюда никто не ездил вот правда здесь это не объезд сделали но этот объезд уж больно крутой вот а сделали чтоб не ездили потому что здесь эти самые черные как лесорубы вот они вот вот на дороге такую штуку завалили чтобы они сюда не ездили ну пойдем дальше сами и дорога то вроде хорошая можно бы ехать и ехать ну вот так вот препятствие такое это препятствие если взгляд глянуть вот такое вот а мы вот вышли и пошли собирать землянику ну моя компания такая они очень интенсивно все это быстро собирают вот ну не так как я дошли мы по счету до пятого озера как там ее называют щуче а потом тут по склону начали собирать землянику вот она вот такая вот мелкая конечно ну такая уж она есть это она такая вкусная я тут тут еще одно озеро вот идет ниже сейчас я потом спущусь наверно туда окно и что тут у тебя за урожай да с одними пакетиками пошел только проблемы сидит пока не стал брать эту у тебя земляника тут все у меня земляника здесь у тебя эти листики виктория листики короче все все еще вот здрасте а какие листики не понял так ну-ка покажи как ты их это самое а тут технологии несложные под крышок подрезаешь вот так вот берешь его так вот и кладешь лукошко понятно вся технология и вот это все с одного места до 1 с одного места буквально метр на метр а ты их ел нет попробуй сырые не едят 10 минут отваривают кто тебе сказал воду сливают и поджаривают сечки ребята съедобные даже давай меня снимай я я тебе покажу как надо и они являются глистогонами вот смотри тут в этого вот вот тут чтобы видно меня было тебя видать меня там видать видать я сам себя вижу сам себя вот вот лисичка так вот берешь их но так седаешь только лучше с хлебом и лучше посолить подсолить лучше вкуснее будет а так они безвкусные значит свойство такое у них такое вещество есть которое убивает всех вот когда у тебя например будет вредители живу в желудке вот эти вредители они откладывать яйца вот так вот она вот это вот песичка она разрушает оболочку этих яиц и тем самым смотри там смотри меня видно нет видно вот тем самым очищается весь твой организм а если ты будешь жарить толку от этого они вкусные жареные они вкусные но толку от них нету чему вкус ну понятно понятно особенно вкусные если их и там с земляникой прикусывать на землянику я домой принесем так ну в общем вот так вот ну чё пошли дальше искать что-нибудь еще что-нибудь интересное чё домой чё уже надоело смятку так они у тебя в мешке правильно они в смятку и будут так и тебе какая разница тебе все равно их потом жевать в любом случае поэтому ты этот мешок об дерево чмяк 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 вот и жевать меньше надо будет саня лишь бы не порвался выходим на дорогу и пошли там еще еще найдем чё-нибудь полно их и лисичек полно не ладно пошли весь мешок порвал пошли домой я доволен что лисичек набрал моя любит их но знаешь они как бы вообще-то по вкусу то как тебе сказать не особо уж нет они считаются в Европе считаются грибами первого класса а ну у них может быть ну ну если взять например подосиновик ну ясное дело что белый гриб вот значит а вот они вкуснее жареные чем эти лисички но это на мой так сказать вкус вышли к озеру ну и где ты там рыбу видел а вон да это карась да карась это да с пол ведра плавают реально вижу парочка таких хороших есть прям крупняк они собственно здесь наверно везде дефилируют да да они все время тут и поглубже да они плавают обычно знаешь как тут поверху более мелкие а вот смотри какие там крупные какие вон видишь ау но я вот про этих оговорюсь ну здесь мы ёб твою замоку тут мы тут мы не потерялись я тут ставил сеть знаешь три ночи стояла на я потом иду думаю в воду мы маленькой мешок ты у меня для рыбы вот вытаскивают и знаешь ни одного нету они какие наверно попадались обратно а знаешь вода мутная вода-то мутная они быстро не плавают потихоньку плывет носом кнулся в сеть задний ход и дальше плавает и вот они так все это тут-то элементарно вот так вот поставил я его по всей длине от вообще-то озеро так вот поставил оттуда из кустов но если если гонять их шугать да тогда тогда попадется а если просто поставить толку нету вот ее тут надо так вот поставил вот и это палками там ветками по воде чтоб шугать их тогда поймаешь карась он такой привередливый так ночью они там где там они петли за сил нету далеко так ушли да тут где же далеко ты чего она от машины далеко а ну от машины далеко ну вот и ягоды уже все тут у них аж на ушах висит ягода вот и грибок у них уже сколько ой-ой полные рюкзаки полные рюкзаки я так даже доволен насчет ягода конечно я ее ни хрена не набрал я и терпеть не могу вот насчет грибов да короче это это 30 . не больше а 20 . не пойдет 20 . это знаешь пятачки маленькие . тут 30 . или 40 . вон будет там целая куча да идут по всему озеру тут их особо не ловит в обрыв какой скажи да если туда упасть и кувыркаться до самого низа долго-долго будешь вон как дна достигнешь что говоришь дна достигнешь ты будешь счастлив да до дна все равно долетишь до дна долетишь ну лучше не будем пробовать молодой березняк растет по склону вот смотри вот эта осина она же в полный рост такая осина вот она вот и мы выше ее тут такой яме она так ну ладно все хорошо они еще выбрались выбрались к машине